Я прочитаю следующую сегодня лекцию. Я хочу напомнить, что мероприятие сегодня, проводимое здесь в университете, посвящено 150-летию создания Дмитрия Ивановича Менделеева его закона о периодическом свойстве создания таблицы. Кстати сказать, что в этом году также и у Дмитрия Ивановича юбилей, в 35 лет ему было, в тот год, когда он создал таблицу элементов. Ну, легендарная личность, нельзя как-то недооценивать вклад Дмитрия Ивановича, хотя на сегодняшний день таблица официально не признана. То есть она официально носит имя Менделеева, но все-таки значимость вот этого вклада в науку и то развитие, которое наука получила после, в общем, в научном сообществе все идет к тому, чтобы в конце концов официально признать имя Менделеева как создателя таблицы, хотя там есть и другие претенденты. Кто-то раньше предлагал какие-то закономерности, но вот такой вот полной картины, как расположил Менделеев, никто такого не давал. Ну, я хотел начать с этой картинки, хотел призвать молодежь, ну вот любят молодые люди ходить в кроссовках, да, вот символом научной молодежи сделать вот такие кроссовки, не кроссовки, а кеды, кеды. Молодежь кеды любит, поэтому, может быть, даже в университетах при поступлении на первый курс, да, начнут студентам, первокурсникам выдавать вот такую обувь. Это я просто увидел такую картинку в интернете, мне очень понравилась идея. Так, ну, начнем. Теперь у нас серьезное мероприятие, да. Доклад называется «Новые элементы периодической таблицы Митрия Ивановича Менделеева». Вот, как я уже начал представляться, меня зовут Алексей, я сотрудник лаборатории ядерных реакций, и имя нашей лаборатории напрямую связано с таблицей Менделеева. То есть это тот научный задел, который был дан Менделеевым. По сей день продолжаются исследования, и до конца неясно, сколько же элементов должно быть в таблице Менделеева, где предел существования ядер, элементов, в конце концов, предел нашего материального мира. Почему на сегодня известно человечеству именно столько элементов, а сколько их может быть всего, а существуют ли более тяжелые ядра, если они получаются, то как это сделать, или, может быть, они существуют, но мы не знаем тогда, как их можно исследовать и где их нужно искать. В общем, вот этим направлением, это одно из важнейших направлений, то, как раз, чем мы занимаемся у нас в лаборатории. Это лаборатория ядерных реакций носит имя Георгия Николаевича Флёрова, основателя. Это одна из семи лабораторий. У нас довольно большой институт в Дубне, объединенный институт ядерных исследований. Он представлен семью лабораториями. Я сотрудник одной из них. Перед этим был докладчик Никита Сидоров. Он представлял лабораторию физики высоких энергий. Это каждая лаборатория занимается своей тематикой, и каждая лаборатория представляет из себя небольшой исследовательский институт. Всего у нас в институте около 5000 сотрудников, в нашей лаборатории 450 сотрудников. Вот каждая лаборатория такой небольшой институт. Ну, расположены мы в Московской области, на самом севере, на границе с Тверской областью. Находится город Дубна, в 120 километрах на север от Москвы. В общем, тоже в историческом месте. Отсюда, с берегов Волги, где расположена Дубна, начинается канал имени Москвы, который соединяет Волгу с Москвой-рекой. Добраться до нас можно автобусами и электричками с Москвы. Ну, как я уже сказал, институт – это международная организация. Существует институт с 1956 года. Лаборатория, которую я представляю, существует с 1957 года. Была чуть позже основана. Институт был задуман как международная организация. И изначально в него входили бывшие социалистические страны. Но потом институт развивался. На сегодня он насчитывает в себе 18 стран-участниц. И несколько стран, они так называются, ассоциированные члены, которые проходят ряд процедур, чтобы тоже стать участником. То есть, там есть определенные правила, когда страну принимают в состав ОИА. Семь лабораторий, вы видите. Каждая со своей тематикой исследований. От теоретических исследований, то, чем занимаются лаборатории теоретической физики, от физики низких энергий, это лаборатория ядерных реакций, до физики высоких энергий. Это лаборатория ядерных проблем, лаборатория физики высоких энергий, также радиобиологические исследования. И есть информационная поддержка, это сотрудники лаборатории информационных технологий. Для того, чтобы экспериментальные данные набирать, обрабатывать и проводить какие-то удаленные исследования, все это с помощью современных интернет-технологий можно тоже осуществлять. Ну, наша лаборатория, я вот уже начал говорить, да, основана она академиком РАН, Юргем Николаевичем Флеровым. Вот годы жизни, вы видите, он прожил с 1913 по 1990 год, был руководителем нашей лаборатории и вырастил неплохую научную смену, после себя оставил много учеников и последователей. То есть те идеи, которые при Флерове закладывались на развитие вот ускорительной техники и на развитие исследований в области физики ядра, и сейчас вот только появляются возможности, технические возможности реализовывать и как-то подтверждать выдвинутые еще тогда гипотезы. Вот, ну, вы видите, основные заслуги Георгия Николаевича. Да, он является автором спонтанного деления, да, в 1940 году вместе с Константином Петрожиком они сделали открытие, участвовал в создании, вместе с Курчатовым работал над созданием атомной бомбы. Потом ему было поручено вести отдельное направление. В эти годы уже развивалась не только нейтронная физика, физика деления, да, но и физика тяжелых ионов. Так вот, Курчатов поручил ему создать научную организацию, его направили в Дубну, поручили развивать ускорительную технику. То есть в то время очень широкое распространение получили развитие основных методов ускорения и техники ускорения тяжелых ионов. Ну, тяжелыми ионами мы называем все, что у нас тяжелее протона, тяжелее альфа-частица, да, все следующие ионы следующих элементов называются тяжелыми ионами. Так вот, появившиеся в то время ускорители, как линейного типа, так и циклического, находили все более широкую востребованность, и вот Флеров возглавил лабораторию, нас еще называют лабораторией физики тяжелых ионов, и построил первый ускоритель в Дубне. Первый ускоритель это был У-300, на котором синтезировались первые элементы с использованием ускоренных тяжелых ионов, синтезировались элементы тяжелее 101-го. То есть первые опыты на новом ускорителе под руководством Флерово открывали элементы 102-103 до 108-го. Да, это было вот 60-70-е годы. Эта машина У-300 позволила продвинуться по элементам в таблице Менделеева от сотого, который уже на тот момент был известен. Эти первые элементы получались в атомных реакторах. Но дальше сотого такая техника, такая методика не позволяла продвинуться, а ускорители позволили ускорить тяжелые ионы и продвинуться дальше за сотый элемент. К тому времени теория тоже развивалась. И вообще изначально по существовавшей тогда момент модели ядра не могло быть элементов по модели жидкой капли, что у вас ядерное вещество, ядро представляет из себя жидкую каплю, которая не могла теория жидкой капли объяснить, почему происходит деление, и почему могут быть элементы тяжелее сотого. То есть по тогдашним представлениям по модели жидкой капли все элементы тяжелее сотого должны были делиться, и ничего там дальше быть не могло. Но новые экспериментальные данные позволили теоретикам скорректировать свои модели, и тогда появилось новое предположение, что за сотым элементом, оказывается, могут быть еще несколько областей, где существуют элементы тяжелее сотого. Здесь представлена наша современная лаборатория. Это совокупность нескольких корпусов. Вот здесь у нас вот этот самый первоначальный старый корпус, где был ускоритель У-300, на котором получали элементы от 102 до 108. Современное здание нанотехнологической лаборатории. Позже, в 1978 году, было пристроено еще одно здание и построен второй циклический ускоритель. Да, надо сказать, что у нас в лаборатории не используются линейные, только циклические ускорители. Это вот такая фишка лаборатории. Мы этим гордимся, и с максимальной выгодой мы используем возможности циклических ускорителей. Принципиально не строим линейные. Вот здесь сбоку два года назад появилось еще одно здание с новым ускорителем, также с целью ускорения тяжелых ионов, под свою задачу. И в этом году этот ускоритель начал работать. То есть четыре года велся монтаж здания, монтаж всех электронных систем ускорителей, экспериментальных установок. Вот недавно, 25 марта, этот ускоритель заработал, был выведен из него первый пучок ускоренных ионов. Ионы криптона были выведены с орбит ускорения циклотрона. Вот так вот он выглядит на 3D-модели. На этих фотографиях показаны старые ускорители. Это У-400, У-400М. Эта установка называется ДЦ-280. Вот аббревиатура означает У-400, У-400М, означает диаметр магнита. То есть вот эта конструкция циклического ускорителя, железный полюс магнита, он диаметром 4 метра. Это позволяет ему ускорять тяжелые ионы до энергии примерно 300 мев. В ягерной физике у нас принято энергию мерить электрон-вольтами, килоэлектрон-вольтами, мегаэлектрон-вольтами. Тем не менее, это так называемая физика низких энергий. То есть все, что до 500 мев, 1 гев, это физика низких энергий. В отличие от другой нашей лаборатории, других исследований, которые проводятся при высоких энергиях, там энергии пучков достигают величин гигаэлектрон-вольт и терраэлектрон-вольт. Вообще у нас лаборатория на сегодня действует вместе с новым уже 6 таких ускорителей. Это обосновано тем, что на самом деле с помощью циклических ускорителей можно очень много разных научных задач исследовать. И физикам-экспериментаторам не хватает одной машины, не хватает рабочего времени, чтобы иметь одну машину в лаборатории и изучать все, что можно. То есть на самом деле задач незакрытых вопросов, вопросов к изучению перед ядерной физикой очень много. Поэтому у нас в лаборатории появился еще один ускоритель, но о нем я скажу позже. Он построен с одной единственной целью. Вообще можно много чего решать с помощью ускорителя, но вот последний ускоритель, вот этот, который DC280, он построен под одну задачу. То есть раньше эта задача, которая для него предназначена, решалась на одной из этих машин, времени всегда не хватало, поэтому решили построить новый ускоритель, чтобы полностью загрузить его, эта задача, а именно синтезом новых элементов. То есть другие задачи будут распределены как-то между остальными машинами, а вот этот ускоритель будет заниматься только синтезом новых элементов и изучением их свойств. Для этого вот здесь будут построены еще и пять экспериментальных установок. То есть основная задача для этой машины – выдать большую интенсивность пучка тяжелых ионов, поднять эту интенсивность в 10 раз по сравнению со старой машиной. Это нужно для того, чтобы больше производить этих сверхтяжелых элементов. Но мы к этому подойдем с вами позже. Сейчас я немножко забежал вперед. Так вот, когда Дмитрий Иванович Дилеев предложил свой вариант таблиц, она выглядела примерно вот так. Он расположил в соответствии с возрастанием атомных весов элементов известные тогда 63 элемента. И самое главное предсказал, он их расположил так, и некоторые клеточки у него в этой таблице оказались пустыми. И вот тогда его выдвинутый закон, обладающий предсказательной силой, позволил предсказать, что все, что они знали, все 63 элемента, они друг за другом можно расположить, а в определенной последовательности и образовались пустые клетки. То есть он помимо создания закона предсказал, какие еще должны быть элементы и какие у них будут свойства. И эти три элемента были открыты еще при его жизни. Это Германии, Скандии и Италии, по-моему. Тем самым подтвердив значимость вот этого закона, да. После этого ядерная физика начала активно развиваться. И после были открыты другие элементы, были открыты и гелии в солнечном излучении. И в земле, в недрах были найдены более тяжелые элементы, чем 63. Кстати, известные к моменту создания таблицы Менделеева элементы в основном были открыты в Европе, да, европейскими учеными, где уровень научного развития был гораздо выше. Но, тем не менее, как вы хорошо знаете, в Казанском университете профессором Клаусом был открыт элемент номер 44, который он назвал в честь России, да. На латинском языке, на латинском, элемент 44 называется «Рутений». Это латинское наименование России. Дальше развитие элементов шло с обнаружением все более тяжелых элементов. И вот когда я заканчивал школу, таблица Менделеева выглядела уже вот так. Было в ней известно не 63 элемента, а вот 110 уже получили, он просто здесь еще не получился его официального номинования. То есть от 63 таблица увеличилась до 110, но вот это было 20 лет назад. Сегодня таблица Менделеева приросла еще новыми элементами. Но сегодня, как вы знаете, известно 118 элементов. И все вот эти элементы тяжелее урана, тяжелее Z92. Так, мне отсюда просто неудобно, не видно, где у нас уран. Вот. Уран-92, да, это последний элемент, который находится в недрах Земли, который может быть обнаружен на Земле. Самый последний стабильный элемент — это свинец 82. Все элементы тяжелее свинца, они уже радиоактивны, да. И уран сохранился до наших дней, имеет большой период полураспада, 4,5 миллиарда лет, да, живет уран. Но тоже радиоактивный, тоже он, в конце концов, делится. Так вот у нас все, что тяжелее свинца, все радиоактивное. Вот. И способ получения вот этих вот более тяжелых элементов, он очень сильно ограничен, ввиду того, что эти элементы радиоактивно не распадаются. То есть нелегко их зафиксировать, ну и прежде всего нелегко их создать. Первым методом, которым получили элементы тяжелее урана, это элементы вот Нептуний, да, Плутоний, 94, Америцы, Кюрий, Беркли, Калифорний, Эйнштейний, Ферний. Вот до сотого элемента, впервые эти элементы были получены в Америке, где максимально интенсивно развивалась ядерная физика, развивалась атомная энергетика. Было обнаружено, что если облучать ядро урана нейтронами, то захватив такой нейтрон, возбужденное ядро урана и спускает от себя бета-частицу, бета-частица увеличит его заряд на единичку. Образуется новый элемент Нептуни, 93. Вот таким способом при облучении мишени из урана в атомном реакторе потоками нейтронов американцам удалось дойти до сотого элемента. Этими работами руководил известный американский физик, химик, по-моему, дважды лауреат Нобелевской премии, ой, Нобелевской премии, Глен Сиборг, работавший в это время в Беркли, в лаборатории. И заслуга Сиборга отмечена у нас в номиновании одного из элементов. Вот если вы посмотрите на элемент 106, он называется Сиборги, да, как раз в честь американца Глена Сиборга. Можно сказать, что этот элемент получил свое номинование еще при жизни Сиборга. Вообще, это уникальный случай. Обычно номинование элементов имена давали уже после того, как ученый ушел из жизни. И, ну, вы видите, вот есть Менделевий, да, есть Ферми в честь Анрика Ферми. Много элементов получили свои названия в честь планет, это Уран, Плутоний и Нептуний, и в честь географического места, где это открытие было сделано. Да, вот Америцей, опять же, в честь того, что Сиборг был американец и делал исследования в Америке. Да, Калифорния, это штат тоже американский. Беркли, это лаборатория, где он работал. В общем, много имен в таблице связано либо с географическим местным происхождением, либо с именем ученого. Но далее такой способ не позволил Сиборгу продвинуться за сотый элемент. Этот метод перестал работать. То есть облучали они, облучали уран максимально большим потоком нейтронов, чтобы все это, чтобы ядра быстрее, да, переходили на более тяжелый заряд. Но дальше сотовый этот метод не позволял продвинуться. Таким образом, где-то в сороковые годы наступил такой некий тупик, да, и думали, что все, на этом наш мир закончен, тяжелее сотового, ничего быть не может, и таблица Менделеева должна была закончиться на сотовом элементе. Но в это время появились ускорители. Да, и первый ускоритель изобрел у нас Лоуренс. И на первом ускорителе удалось ускорить тяжелый ион. Вот тогда додумались, что давайте мы будем, ну, например, уран облучать не только нейтронами, да, чтобы он, так вот, сейчас есть у меня картинка, вот, вот вся цепочка, ну, пример цепочки, как облучать уран нейтронами, вы можете добраться до америции, да, вот нейтрончик захватил, чтобы возбужденное ядро пришло в основное состояние, оно испускает бета-частицу, это электрон, то есть электрон вылетел, значит, заряд на единицу увеличился. Продолжайте облучать нейтронами, никто не нейтрон захватил, возбужденное ядро, чтобы перейти в основное невозбужденное состояние, испускает бета-частицу. Это, ну, просто вот такова природа этих ядер, да, так вот им энергетически выгоднее вести, если вот вы в него внедряете нейтрон. Вот, таким образом вот можно добраться до сотого. А потом появились ускорители и решили, от чего мы по одному нейтрончику добавляем в ядро, вот такой вот длительный процесс, все вот эти вот цепочки переходов, а давайте мы по нему обойдем сразу вот тяжелым ионом, да, столкнем два ядра, возьмем мишень из урана и чем-нибудь там, каким-нибудь десятым элементом, например, неон, по нему будем бомбить, да, бомбардировать одни ядра другими. Вот, таким способом сразу удалось получить 102 элемент. То есть сразу перескочили за фермией, вот, и этот метод стал более активно дальше развиваться. То есть стали повсеместно строить ускорители, ну, те страны, которые экономически могли себе позволить, да. Вот, на самом деле, таких вот лабораторий, которые в мире этим занимаются, не так много. На сегодня есть четыре крупных центра, где вот подобные опыты по синтезу новых элементов по изучению свойств сверхтяжелых проводят. Это четыре лаборатории, ну, помимо вот нашей лаборатории в Дубне, в Уяе, есть лаборатория Рикен в Японии, есть лаборатория Джейсай в Германии, есть лаборатория в Беркли, там, где Сибург работал, это штат Калифорния. Вот таких четыре мировых лидера, которые способны, имеют научный потенциал, да, и техническую возможность, современные ускорители, чтобы вот такие опыты делать, пытаться заглянуть за грань того, получить то, чего нет, и никто никогда не видел раньше. Да, ну, на самом деле, в это время еще и теоретики, после того, как был получен 102, да, и теоретики пересмотрели свои взгляды, что на самом деле на 100 элементе все не заканчивается, что теория чего-то не учла, вот, появилась новая модель ядра, и тогда теоретики предсказали, что на самом деле могут быть ядра, которые находятся за элементом 100, вот, и также там может быть такой целый регион, назвали эту область островом стабильности сверхтяжелых ядер, вот, и сразу же перед экспериментатором возникли новые задачи. Сразу мировые вот эти вот центры, где развивались ускорители тяжелых ядеров, начали проводить всякие реакции и пытаться получить, вот. Естественно, сразу были попытки получить как можно дальше элемент, и сразу и 120, и 126 пытались, но там не все так просто с этими тяжелыми ядрами, вот. Первые опыты не привели никакому успеху, вот. Но, тем не менее, это дало возможность изучать вот ядра вот ниже сотового. Вот, как видите, на этой карте, да, у нас по оси абсциссов отложено число нейтронов, по оси ординате число протонов, вот. И на этой карте ядер, ядер отложено, такими вот квадратиками, около трех тысяч ядер. И здесь отложены все ядра. Вот черная гряда обозначает стабильные ядра, это те изотопы ядер, которые, ну, живут больше, чем возраст Земли, да, и около, их всего 300, около 300 стабильных ядер, вот такая гряда стабильности называется, а слева и справа от нее располагаются изотопы, но они уже радиоактивные. Вот, и чем дальше вы уходите вот от этой гряды стабильности влево или вправо, тем более короткоживущие ядра, тем более радиоактивные, и тем быстрее они распадаются. Вот, вот здесь вот отложено по временной шкале времена жизни. Вот там наверху есть цена деления, да, то есть черные, это там, сколько у нас, это какие-то миллионы, миллиарды лет, вот, а, это в секундах, 10 в шестой секунд, это уже более радиоактивные ядра, и чем ближе вы приближаетесь, вот сюда, к синей области, тем меньше эти ядра живут. Вот 10 в минус шестой, темно-синий этот цвет, это одна микросекунда. На самом деле, это для ядер, для времени жизни ядер довольно большое время, и современная экспериментальная техника позволяет такие времена зафиксировать. Вот, то есть, если у вас ядро живет в микросекунду, вы вполне можете засечь такое время и измерить его. Вот, ну а вот эта вот область, которая была предсказана теоретиками более 60 лет назад, располагалась вот здесь, в области сверхтяжелых ядер. Говорилось, что, возможно, это такая вот область, называемая островом, да, что на вершине этого острова некоторые ядра могут тоже жить миллионы лет. Вот видите, тут она не черным помечена, а таким коричневым. То есть, теоретики так предсказали, что бывают конфигурации ядер, бывает в ядре столько протонов и нейтронов, а именно вот если у ядра будет 184 нейтрона и 114 протонов, то такое ядро может жить миллионы лет. И вокруг него тоже будет много изотопов, которые будут жить довольно долго. Вот, и после такого теоретического представления сразу экспериментаторы начали проверять это на деле. Так вот в нашей лаборатории тоже после... Да, это более крупно показана вот эта область, вокруг N184, Z114. В нашей лаборатории тоже сразу были предприняты попытки, не только у нас. Вот здесь вы видите, что во Франции в 1971 году, то есть к этому времени уже были получены все элементы до 101, да? В 1971 году во Франции пытались получить 126, не получилось. В Дубне в другой комбинации при облучении ионами цинка пытались получить 112, тоже не получилось. Да, потом были использованы другие частицы, другие реакции на Германию, и ксеном с ураном пытались получить сверхтяжелое, тоже ни к чему не привело. А в 1975 году нашим научным руководителям, академикам Аганесянам, был предложен новый метод, чтобы использовать... Вот в этих комбинациях, видите, довольно легкая мишень, вот там Торий, у которого Z90, потом Свинец, у которого Z82, и облучались довольно тяжелые частицы. Поскольку не увидели результата, все-таки стали думать, а как все-таки достичь этого острова, может быть, надо что-то такое, кардинально, другой какой-то способ придумать. И тогда Аганесян предложил, что давайте возьмем самую тяжелую частицу, пусть будет у нас мишень, пусть будет не такая тяжелая частица, вот кальций, у него заряд 20 всего лишь, но зато у него будет очень много нейтронов в ядре, вот у него масса 48, это значит, что у него заряд 20, а масса 48, значит, 28 нейтронов. Это нужно было для того, чтобы максимально приблизиться к числу 184, который теория предсказала. Говорилось, что именно вокруг 184, число нейтронов 184, именно вокруг таких изотопов будет максимальное время жизни. Именно там можно увидеть какой-то вот всплеск жизни, когда будут элементы существовать, которые доступны будут к изучению, какое-то долгое время они будут жить. И тогда предложили использовать для облучения ионы кальция. В это время появился новый мощный ускоритель. У нас вместо У300, на котором были получены 102-108 элементы, построили новый ускоритель У400, который был мощнее, выдавал больше интенсивность этих ионов. И начались уже опыты по синтезу 114 на новом ускорителе. Здесь у нас показано, какие центры занимаются этой проблемой и какие результаты были получены в том или ином центре. Ну вот в США, то есть отмечены те элементы, которые были получены в каждой из лабораторий. Вот заслуга США, это открытие... Ну там совместно эти велись работы, и в России, в Дубне шло, и в США. Периодически одни данные полностью провергали результаты экспериментов других ученых. Вот так, например, 102-й, вот тут он, видите, получался и в США, и в России. Вот, но... В то время еще это было новое поле деятельности, и работы велись во многих центрах. Только потом, когда встала проблема наименования этих элементов, стало утверждаться первенство. Было очень много споров, ну, в научном плане, да, кто же претендует на открытие того элемента первым. Ну вот, вклад Дубны был отмечен, и элемент 105-й получил свое наименование Дубней в честь того, что он впервые был получен в Дубне, хотя другие лаборатории тоже его наблюдали. Вот, но заслуга Дубны отмечена наименованием. Таким образом, в таблице появился 105-й элемент под названием Дубни. Приоритет в открытии других элементов был отдан вот американцам, да, наименовали там и 103-й Лауренций, 104-й Резерфордий. Вот, ну, вот таким вот образом, вот заслуга Японии в открытии 113-го элемента, да, Япония, на самом деле, подключилась к этой проблеме довольно недавно, вот, ну, они очень быстро развивались, и в последние годы вот тоже получили данные по синтезу 110-го, 111-го, 112-го и 113-го элемента. Ну, правда, нужно сказать, что это они уже повторяли опыты, которые до этого проводились в других центрах, но, тем не менее, вот, в конце концов, в 113-й элемент был признан, приоритет в открытии был признан за Японию. Вот, и вот этот метод, предложенный Аганезианом, предполагал наличие очень качественной мишени. Вот там было написано, что облучаются актинидные мишени, это те элементы, которые стоят тяжелее, чем актиний, да, это уран, нептуний, плутоний, то есть все, что тяжелее у нас 92-го элемента, и предполагал этот метод облучать их ионами кальция. Вот, на этой картинке показано, как производится мишень, что такое мишень для эксперимента по синтезу нового элемента. Вот здесь, что такое мишень показано, то есть это вот такой диск с фольгой, на который наносится электрохимическим способом, ослаждается вещество. Например, если вы берете материал Беркли, он нарабатывается в атомном реакторе. Вот здесь вы видели, представлены два самых мощных в мире атомных реактора. Один у нас в России, Димитровграде, другой американский в штате Теннесси, город Токридж. Вот, они способны нарабатывать в реакторе, облучая уран нейтронами, способны нарабатывать достаточное количество вещества, чтобы произвести такую тяжелую мишень, которую потом физик будет облучать ионами, чтобы синтезировать новый элемент. Выглядит эта мишень вот так, а вот так выглядит капелька вещества Беркелия. Вот это вещество было наработано в реакторе в Америке, потом химическим способом выделено, и получено в такой капле всего лишь 22 мг вещества Беркли с массой 249. На самом деле этого вещества достаточно, чтобы распылить его по таким секторам мишени и провести эксперимент. То есть вот так выглядит мишень. Это диск, который вращается в специальной установке, и по нему бьет пучок ускоренных ионов. Для этого нужен ускоритель. Ускоритель в наших опытах, которые мы начали в 2000 году в ЛЯР, выглядел вот таким образом. Это ускоритель тяжелых ионов У-400. Он доставлял на мишень ускоренный пучок кальция. А дальше у вас стоит экспериментальная установка, которая принимает этот пучок вот отсюда, ускоритель вот здесь, разгоняет кальций до энергии примерно 300 мФ и выдает его вот сюда на физическую установку. Вот здесь начинается работа физико-экспериментатора. У вас есть вот такой модуль в мишени. Дальше стоит установка, которая называется сепаратор, поскольку в процессе реакции, когда у вас кальций налетает на вашу мишень, там образуется в принципе много чего, очень много побочных продуктов. Поэтому ставится после мишени установка сепаратор, которая настроена так, тут подобраны магнитные и электрические поля таким образом, чтобы вот эти вот побочные продукты отвести в сторону, вот они синим показаны, они просто в магнитном поле здесь заворачиваются. А те тяжелые ядра, которые вы хотите пронаблюдать и изучить, они сепаратором пропускаются к детекторам. Вот сюда вот в конце ваши... Вот в процессе ядерной реакции вот здесь образуются новые ядра, когда вы, например, берклевую мишень, да, у которой Z-97, облучаете кальцием, у которой Z-20, то в ядерной реакции образуется новое ядро, у которого Z это сумма зарядов двух участвующих в реакции ядер, то есть получается 117-й. Так вот 117-й вот эта установка пропускает вот сюда к детектору, и дальше это ядро нового элемента, например, 117-го, оно измеряется с помощью вот специального детектора, который здесь применяется. А все продукты, которые не относятся к образованию нового ядра, эта установка сюда вот отводят в сторону, там просто стоит такой бин-стоппер, куда они просто вбиваются, потом этот стоппер периодически там меняется и утилизируется. То есть вот эта установка построена с одной целью – произвести вот здесь вот в мишени новое ядро, отделить его от фона и доставить в детектор, а детектор должен измерить его характеристики. Вот таким образом выглядит детектор заряженных частиц, а именно тяжелых ионов. То есть новые ядра там 115-го элементы, 116-го, 117-го, 118-го отбирались газонаполненным сепаратором, который вы до этого видели, и доставлялись сепаратором вот в такой детектор. Это кремниевая пластина, очень дорогой прибор, вот такой детектор, который способен измерить свойства тяжелых ядер, вот такая пластиночка одна, стоит 15 тысяч долларов. Вот полностью ее производство. И в такой детектор вбиваются вот наши скомые ядра. То есть сепаратор доставляет их сюда, в детектор. Эти заряженные ионы вбиваются на небольшую глубину, порядка 5 микрометров, а вообще вся толщина такого детектора 300 микрометров. Но тяжелый ион, взаимодействуя на своем пути с веществом детектора, детектор сделан из кремния, выделяет энергию в виде электрического импульса в кремнии. Дальше вот здесь вот видите, есть такие коннекторы, и с помощью них мы снимаем сигнал с этого детектора. Детектор сложный, он тут на такой картинке не видно, но он имеет сложную структуру, он многостриповый. Стрип — это полоска, да? То есть такой детектор позволяет измерять координату с разрешением 1 квадратный миллиметр. То есть если у вас ядро вбилось вот сюда, там или вот сюда, то детектор с точностью 1 миллиметр скажет вам координату. Помимо этого он измерит его энергию, с какой энергией, сколько МЭФ прилетело и даст время жизни. То есть поскольку все эти ядра, они радиоактивные, прилетев в детектор, оно начинает распадаться. У них, у этих тяжелых ядер, единственный путь распада — они спускают у себя альфа-частицу. То есть когда у вас сюда ядро вбилось в детектор, то оно дальше распадаться будет здесь же, из этой точки. И мы увидим, и распадаться оно может спустя несколькими этапами. То есть может вылететь из ядра одна альфа-частица, может две, может три, а потом наступит спонтанное деление. То есть просто это свойство вот этих вот новых ядер с этой лавово-второй стабильности, они радиоактивные, они альфа-распадаются, и обязательно его цепочка радиоактивных превращений закончится спонтанным делением. То есть в конце концов там последнее ядро просто развалится, спонтанно поделится на два осколка, и у вас ничего не останется. Но естественно, что это разрушает вот эти вбивающиеся ядра, разрушает такой детектор недешевый. Но вот каждые два-три эксперимента мы вынуждены менять. Вот такой детектор. Вот здесь показана полностью сборка. Вот это фокальный детектор, куда пролетает ядра. Ну, вся сборка выглядит вот в виде такой коробки с открытой крышкой. То есть они вот отсюда прилетают, вбиваются там фокальный, а вот эти боковые детекторы служат для того, чтобы регистрировать потом распады. Поскольку деление еды происходит с поверхности детектора, то влетающие из ядра частицы могут наружу вылететь. Вот чтобы их не потерять, чтобы их тоже измерить, их энергию, мы окружаем сборкой похожих детекторов, таких вот боковых. Так, вот теперь у нас будет демонстрация, как же это происходит. Ну, здесь такая анимация, показывающая сначала, как собирается ускоритель, циклотрон, да, ускоритель циклического типа. Вот сейчас идет сборка вакуумной камеры, где происходит ускорение. Ускорение. Снизу красный, это вот южный полюс магнита, сверху будет северный. Вот подцепились голубенькие, это высокочастотные резонаторы, которые задают переменное электрическое поле. Потом вот сборка завершается. Это общий план экспериментального зала. Вот есть большой ускоритель, отсюда начинается ускорение, да, иончики впрыскиваются в центр камеры ускорения. Ускорение длится десятки миллисекунд. Энергия за это время, пучок ионов за это время успевает приобрести нужную энергию заданную. И дальше он доставляется, вот пучок кальция доставляется на установку. Вот. Здесь происходит ядерная реакция. Это мишень, да, это вещество Беркли. Вот летят ионы кальция. Только один из них, вот с очень малой вероятностью, может столкнуться с ядром мишени и образовать новый элемент. Но там энергии все-таки достаточные, чтобы эти ядра выбились из мишени и попали в детектор после сепаратора. Вот у вас образовался 117 элемент. То есть, если у нас было мишени из Беркли, у которого Z97, и при облучении кальцием, у которого Z20, то в принципе может образоваться новое ядро, у которого Z будет 97 плюс 20. Как я уже сказал, это процесс очень маловероятный. Во время эксперимента, который мы проводили по синтезу 117, одно ядро образуется за неделю непрерывной работы. То есть, неделю работает ускоритель, выдается высокой интенсивностью пучок кальция, неделю работает сепаратор, неделю работают детекторы, неделю работают физики посменно. Вот остановки бывают кратковременные на замену каких-то технических вещей, остановки на час, на два, и эксперимент продолжается. Вот суммарно, когда проработаем суммарно непрерывное рабочее время недели или чуть больше, есть вероятность, что образуется одно ядро 118 элемента. Со 118 еще хуже. Чтобы получить одно ядро 118, необходим месяц работы. То есть это очень маловероятные процессы, когда у вас напрямую два ядра сольются и выживут как новое ядро. То есть вы видели, там многие ионы пролетали мимо, они не взаимодействовали или как-то рассеивались, или может что-то слиться, но не то, что вам нужно, то есть более легкое. Но в полном слиянии, в таком редком процессе очень редко образуется ваш нужный новый элемент. То есть в процессе ядерной реакции объединяются все протоны и все нейтроны двух взаимодействующих ядер. Потом мы это фиксируем в детекторе и наблюдаем все радиоктины и альфа-распадчики и спускают из себя эту частицу. Вот здесь уже восстановленная картина, как происходит распад материнского ядра 118-го. И вот там по шкале времени отложены какие-то времена жизни. Вот вы видели, 118 элемент прожил 80 миллисекунд распался не распался а спустил из себя альфа-частицу тем самым превратился в 115 элемент. Поскольку альфа-частица это ядро гелия она уносит из себя заряд 2 ядро гелия имеет заряд 2 равный. Поэтому ваше ядро стало поздно 2 протончик легче. Образовалось ядро 115-го. Ну какой-то элемент. Потому что альфа уносит еще и нейтроны. Поэтому по массе 115-го он тоже легче чем 117-й. Ну и вот дальше если посмотреть 115-й испускает опять из себя альфу превращается в 113-й. Такая цепочка оканчивается спонтанным делением последнего ядра в данном случае это был элемент 105-й дубний. и вот мы с вами пронаблюдали вот здесь цепочку из 1 2 3 4 5 6 7 из 7 превращений. То есть в конце концов 117-й прожив вот там на шкале было 80 миллисекунд превратился в 115-й. 115-й спустя доли секунды превратился в 113-й. Вот. И таким образом вся цепочка дошла до 105-го элемента. А 105-й элемент вы видели развалился на два сколка и все. И у вас ничего не осталось кроме файла в компьютере. Но тем не менее нужные параметры были измерены. Мы можем измерить энергию распада каждого распада и время. вот. Таким образом были проведены опыты по синтезу всех ядер начиная со 113-го. Поскольку 113-й хоть и отдан приоритет в открытии японцам, но впервые он был получен у нас в ляре. То есть все элементы начиная с 113-го 118-го впервые в мире получены в лаборатории реакции в городе Дубна. Дальше уже подключились другие центры Америка, Япония и Германия и они повторяли наши опыты. На самом деле они подтвердили не было ни одного ни одних наших экспериментальных данных которые бы противоречили данным полученным в других центрах. То есть в других лабораториях мира полностью подтвердили наши данные по свойствам по измеренным энергиям по измеренным временам именам этих новых элементов. Ну а тут отложены изотопы то есть элементов Т6 но каждый элемент имеет несколько изотопов и вот за эти 20 лет в наших работах было изучено свойство более 50 изотопов элементов с зарядом от 113 до 118 Вот это область применения мишеней мишеней урана до калифорния от Z92 до Z98 при облачении кальцием у которого Z20 привело к открытию шести новых элементов изотопов с мультфильмом закончен идем дальше таким образом чтобы такие вот опыты делать чтобы продвинуться в область наиболее тяжелых ядер понадобился новый метод понадобилось новый ускоритель построить понадобилось развить технику детектирования применять такие вот сложные кремниевые детекторы понадобилось построить эффективную установку газонаполнительный сепаратор да но в результате вот этот вот успех и 6 новых элементов ну тут просто перечисленные такие мишени применялись и откуда брались эти мишени указаны те центры которые предоставляли вещество вот уран нептуний плотоний до калифорния ну чтобы понять что это сложно и безумно дорого да мы очень часто людям показывать и студентам и школьникам приходят на экскурсии к навляр людям людям любим показывать цены если вы считаете что золото это дорого да то можете сравнить один миллиграмм золота стоит 5 центов один миллиграмм мишени из калифорнии стоит 60 тысяч вот такая установка которая у нас действует газонаполнительный спортер стоит больше полутора миллионов долларов вот затраты на электроэнергию чтобы ускоритель разгонял кальций тоже огромные здесь показаны просто все радиоактивные цепочки то есть 118 они желтым отмечены все элементы которые испытывают альфа распад зеленым это те которые спонтанно делятся то есть вот изотоп здесь не видно да 118 аганисон испуская альфа превращается в 116 элемент испуская альфа превращается в 114 и в конце концов там 114 у него есть вилка там половина то есть двоякие свойства часть этих ядер также испускает альфа частицу превращается в 112 которые вот уже зеленые делятся спонтанно а половинка там сам 114 начинает делиться то есть это указывает на то что мы да если мы посмотрим времена жизни какие вот здесь указаны это все секунды полторы секунды самая длительная и доли секунды то есть на самом деле это еще очень далеко от той области стабильности которые предсказывали все вот эти 50 изотопов новых они находятся где-то на границе этого острова стабильности пока что здесь никакой речи о миллионах лет времени жизни не идет все измеренные времена не превышают тут нескольких секунд вот но было предсказано что там будет много ядер вокруг этой области стабильности и как видите по числу нейтронов мы еще не подобрались у нас 184 нейтрона это вот здесь вот предсказывается что вокруг вот этого ядра з-114 и не число нейтронов 184 вот здесь будет повышенная стабильность а мы пока что еще не дотягиваемся нам не хватает 7-8 нейтронов чтобы по изотопам подобраться сюда к N-184 так это наша область вот на общей карте ядер полученные новые экспериментальные данные выглядят вот таким образом вот это 3000 ядер вот это новая область где мы добавили информацию в ядрах которые могут существовать вот здесь 50 квадратиков отложено и чем тяжелее изотоп мы получаем чем ближе мы к N 184 приближаемся тем больше ядро живет вот на этой картинке показан пример когда в одном из экспериментов здесь когда свинец получили цинком получили 112 элемент в котором число нейтронов небольшой 165 165 метров если вы перейдете к другому затопу этого 112 элемента который вот здесь уже вблизи такой области стабильности то смотрите насколько отличаются времена жизни от 0,7 миллисекунды до 30 секунд да то есть это 10 раз в 3 ну там 7 500 раз увеличилось время жизни хотя это 2 изотопа 112 элемента отличающиеся только там отличающиеся 8 нейтронами то есть каждый новый нейтрончик в ядре увеличивает время жизни в 2 в 3 раза вот вот эти данные получены в реакции свинец с цинком это американские физики ой я в прошлом не немецкие физики в ГСИ проводили эту реакцию и получили вот такой короткоживущий 112 элемент вот мы пошли своим путем облучали уран кальций получали тот же 112 элемент но затоп с массой на 8 нейтронов тяжелее его время жизни оказалось в сотни раз больше то есть это является таким строгим доказательством вот этой теоретической гипотези что чем ближе вы будете приближаться вот сюда к Н-184 тем больше будут жить эти элементы но пока что мы находимся вот здесь только вот на этой границе пока нет никакой возможности экспериментально передвинуться поближе вот сюда к Н-184 нужны какие-то новые подходы нужны новые техники здесь просто перечислено в таблице в какой лаборатории были наши результаты экспериментально подтверждены то есть видите вот здесь мы делали эти опыты по 112 по 114 по 115 с 2000 по 2008 год а в других центрах только в 2007 приступили к таким же реакциям и наши данные были полностью подтверждены в других лабораториях мира но это стало поводом для того чтобы объявить что в Дубне было сделано открытие что были получены новые элементы и это было подтверждено другими лабораториями и тогда была собрана международная комиссия физиков и химиков есть такой комитет и ЮПАК комитет по чистой и прикладной физике и химии вот именно члены этого комитета уполномочены сегодня давать новые наименования новым элементам вот и требования этих комитетов были удовлетворены приоритет в открытии 114 115 116 118 118 элемента был отдан Дубне приоритет в открытии 113 элемента был отдан лаборатории Рекен в Японии там очень непростая процедура нужно соблюсти ряд правил ну и комитет посчитал что исследования в Японии больше удовлетворяют этим правилам хотя японцы пронаблюдали синтез образования 113 элемента на полгода позже чем мы у себя в Дубне видели свойства изотопа 113 элемента ну там было международное решение нужно было ряд определенных требований у нас в Дубне 113 элемент мы получали не в прямой реакции а видели свойства 113 в опыте по 115 то есть мы облучали америцей 95 кальцием видели 115 элемент естественно он испускал альфа-частицу превращался в 113 о чем мы и заявили да и дальше там была цепочка вот но прямого опыта на тот момент мы не проводили то есть мы делали опыт по 115 но видели и 113 тоже а японцы через полгода поставили прямой опыт по 113 ну и вот международный комитет решил что как бы их вклад весомее то есть что вот такая прямое изучение важнее чем то что мы первыми увидели свойства изотопа а таким вот образом выглядит современная таблица менделеева да как вот я вам уже говорил за исследования в последние 20 лет таблицу пополнили 6 новых элементов от 113 до 118 все они получили свои имена вот 113 в честь заслуг Японии назван нихониум это на древнеяпонском языке Япония означает нихон 114 элемент назвали и 118 в честь наших российских физиков да флеровий в честь академика флерово первого директора лаборатории аганессон 118 элемент в честь академика аганессиана последующий это ученик флерово последующий директор ныне здравствующего Юрий Салкович до сих пор является нашим научным руководителем и это второй случай в истории наименования элементов в таблице когда элемент назвали при жизни ученого первый у нас был Гленн Сиборг при его жизни назвали 106 и вот аганессон вот Юрий Салкович в прошлом году был в юбилее ему исполнилось 85 лет и он до сих пор руководит лабораторией и планирует некоторые журналисты пишут что в Дубне собираются закрыть таблицу Менделеева это конечно же неправда мы собираемся продвинуться как можно дальше вот элементы 115 в честь региона на нашем тоже древнем языке назывался Московия поэтому элемент Московиум а вот два элемента Ливерморий и Теннессин получили свои имена в честь вклада американских физиков вот эти исследования что мы на газонаполненном сепараторе проводили мы делали совместно с американскими коллегами это две лаборатории участвовали одна в городе Ливермо штат Калифорния другая в городе Окрид штат Теннесси вот они предоставляли радиоактивные вещества для облучения их тяжелыми ионами вот и поэтому они являются полноценными соавторами и было решено что вот мы назовем три элемента да флеровий Московий и аганессон а они два 116 и 117 вот но как я уже много раз повторял все это было получено в России в Дубне просто в совместных экспериментах поэтому вот такие имена вот ну и за 60 лет существования ядерной физики из 18 элементов которые пополнили таблицу 11 были получены в Дубне то есть теперь вклад России в таблицу не только Рутени да 44 который еще был до объявления периодического закона найден в Казанском университете но и вот более тяжелые элементы представлены представляют заслугу научной России в наше знание о границах существования материального мира ну и а вот здесь просто интересны тоже картинки поскольку в этом году празднуется юбилей создания таблицы представлены самые большие таблицы Менделеева вот это вот на здании по-моему в Кембриджском университете вот это в Испании на здании одного из университетов и показаны две картинки самых маленьких таблиц Менделеева они созданы с помощью я не очень представляю метод ну ионной литографии я забыл как называется университет в Великобритании вот эта таблица размером всего лишь 7 на 14 микрометров вот здесь то есть тут охлаждены все 118 элементов в таблице вот видите для масштаба один микрометр покажут вся таблица 7 на 14 и они даже уместили там изображение и Менделеева и Юрия Аганесяна это самые мелкие варианты таблицы Менделеева вот ну вот в результате вот эти поставленные теории вопросы ну часть из вопросов получила свои ответы с помощью проведенных экспериментов а именно то что сверхтяжелые элементы существуют существует остров стабильности но мы пока еще находимся на его самом краю не добрались еще до М184 единственный способ получить новое ядро сверхтяжелое это проведение ядерной реакции когда вы сливаете два ядра образуется новый элемент сколько всего можно быть сколько всего может быть элементов но опять же на это ответит эксперимент поэтому дальше мы планируем провести опыты по синтезу 119 элементов 120 как раз вот для этого мы построили новый ускоритель о котором я говорил в самом начале ДЦ286 ускоритель его задача выдать больше интенсивности пучка кальция то есть чтобы у вас 118 элемент если 118 будет эксперимент по 118 образовывался не одно ядро в месяц а если мы построим новый сепаратор будут доступны новые мишени и ускоритель даст интенсивность в 10 раз больше то в принципе возможно будут получать несколько ядер в день то есть не одно ядро за 30 дней а несколько штук в день то есть планируется на новом ускорителе повысить выход вот этих вот новых ядер в 100 раз вот ну машина начала работать дальше дело вот за экспериментаторами посмотрим первые опыты запланированы на осень этого года вот скорее всего первым будет опыт по синтезу 120 элемента пока что мы сейчас к этому готовимся готова мишень опять же в Америке опять ее к нам пришлют из Окриджа вот и будем делать 120 элемент но уже не с кальцием поскольку на кальции программа исчерпана самый это связано с тем что нет более тяжелой мишени чем калифорнии то есть калифорния это за 98 и атомный реактор способен произвести столько вещества чтобы из него сделать мишень вот а если вы хотите получить 119 или 120 то атомный реактор уже не может произвести столько вещества чтобы получить более тяжелую мишень то есть не калифорнии которую за 98 нужен а следующий Эйнштейн Эйнштейн не до 99 вот так вот уже мощности современных самых реакторов не хватает чтобы вот эти вот миллиграммы производить такого вещества поэтому единственный способ на сегодня это оставить мишень самую тяжелую которая доступна калифорнии но утяжелить тогда на летающую частицу то есть взять не кальций З20 а например титан у которого З22 тогда в такой реакции калифорнии калифорнии 98 плюс титан 22 образуется 120 элемент вот именно под эту новую задачу ну и более тяжелой там тоже можно да утяжеляете частицу берете хром 24 железо З26 берете никель таким способом можно до 126 элемента дойти вот но это так легко рассказывается да там берете облучаете смотрите регистрируете на самом деле это очень сложная техническая задача построить новый ускоритель создать новые детекторы создать новую установку эффективную вот но тем не менее мы движемся да и ряд открытых вопросов сколько всего элементов таблицы может быть ну теория говорит что может быть до 172 то есть сейчас новое предсказание что может быть там за сотым элементом несколько таких областей где будут ядра какое-то существенное время жить и в принципе возможно существование даже ядра у которого Z172 протона ну дело дальше за экспериментом то есть теория теории но это требуется подтвердить ну как добраться до центра острова я вам уже сказал пока что это только утяжеление частицы утяжелить мишень нет никакого никакой возможности поэтому нужны новые ускорители которые позволят ускорять с большой интенсивностью более тяжелые частицы там просто проблема ускорителя в том что чем тяжелее вы частицы берете тем труднее получить высокую интенсивность на более тяжелые частицы ну а если у вас низкая интенсивность вы можете год облачаться да и ждать когда у вас одно ядро образуется ну вот как долго живут ядра в центре острова ну предполагается что могут быть даже и миллионы лет если у вас будет ядра вокруг z114 и n184 и могут ли такие ядра быть в природе в принципе можно подумать что где-нибудь в космос в процессах создания взрыва сверхновых могут эти элементы образовываться на земле таких элементов нигде не найдено еще при флерове проводились опыт по поиску сверхтяжелых в природе брались пробы с лунного грунта брались пробы метеоритов брались пробы со дна океана из шахт земли сверхтяжелые то есть не было ничего обнаружено тяжелее по-моему 105 или 106 а ну вот как раз это я уже уже рассказал что должно было сейчас произойти то есть следующий шаг в исследовании этой области поскольку очень тяжело продвинуться по нейтронам ближе вот сюда то следующим шагом это есть получение интенсивных пучков более тяжелых налетающих частиц и тогда можно опять в комбинациях вот видите с ураном с плутонием и с берклием можно получать 119-120 элемент тут белыми квадратиками отмечены те изотопы которые могли бы получиться и указаны реакции которые уже были проведены для этого например у нас в клубне мы проводили опыт по облучению плутония ионами железа с целью получить 120 элемент прооблучались но не увидели никакого 120 не было эффекта в Германии пытались берки облучать титаном чтобы получить 119 тоже нет эффекта не получили но там проблема все-таки видимо техническая поскольку привыкли ожидать что ты месяц-два работаешь у тебя есть эффект ты получаешь одно ядро видимо все-таки эти ядра настолько редко образуются что на современных ускорителях не хватает чувствительности то есть нужно на современных машинах ждать не два месяца не три может быть год именно поэтому нужно строить более совершенный ускоритель но чем мы и занялись в Ляре построен новый ускоритель это макет здания этого нового центра этот проект получил название фабрики сверхтяжелых как я уже говорил для этой машины определена одна единственная задача это синтезировать новые ядра и изучать их свойства то есть все другие эксперименты которые наша лаборатория делает останутся на старых ускорителях а вот этот вот новый ускоритель фабрика сверхтяжелых займется синтезом новых ядер 119 элемент 120 так а вот вот здесь расположение ускорителя и новых физических установок тут построено три экспериментальных зала сейчас монтируется одна физустановка которая получила название новый газонаполненный сепаратор да тот старый так и останется там на ускорителе у 400 а вот к новому ускоритель устроится новый ускоритель он сложнее но его эффективность будет в три раза выше то есть опять же был составлен проект как улучшить характеристики физической установки вот ну детекторы вы видели это будет также кремниевые детекторы и есть возможность здесь в других залах построить еще другие установки то есть сепаратор предназначен для такого прямого получения и убеждения что может новое ядро получится или не может после того как если будут получены новые ядра тогда возможно еще другие установки появятся которые смогут изучать некие физические и химические свойства вот сейчас доступны быстрые методы ядерной химии это тоже новое направление которое от ядерной физики отпочковалось и можно будет вот с помощью такой сложной установки смотреть некие химические свойства сверхтяжелых элементов да это изображение здания фабрики новый ускоритель и вот новый сепаратор вот он получится в два раза длиннее чем старый у нас был но его эффективность будет три раза выше вот на этом я бы хотел закончить вот приезжайте в дубну да у нас очень много визитов осуществляется в объединенной институте оценок исследований занимаются мы с этим визитами школьников учителей визитами студентов студенты приглашаются проходить практику во всех лабораториях не только в нашей во всех семи лабораториях можно себя найти да занимаемся мы не только проблемами ядра но и информационными технологиями радиобиологией проблемами атомных реакторов есть куча совершенно практик курсов для студентов вот активно мы взаимодействуем с другими центрами проводим видеоконференции с ЦЕРНом напрямую поэтому если у кого нет возможности приехать с визитом в институт можно договориться и через ОНЦ сделать виртуальную экскурсию по нашей лаборатории даже в ЦЕРН вот организуем мы такие удаленные виртуальные туры здесь просто перечислен ряд полезных ресурсов где вы можете посмотреть информацию о нас вот и спасибо вам за внимание буду рад если будут вопросы аплодисменты